МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Качество коммунальных услуг оставляет желать лучшего. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улица Воронежская, 21. По словам жителей, порывы труб в подполе происходят регулярно. Из-за постоянной сырости в квартирах первого этажа проваливаются полы. Текут трубы. В тепловом узле тоже трубы текут. Дом в сырости. Все гниет. Все полы гниют. Видите, стоите? Еле-еле стоите. В шестой квартире тоже все полы провалились. В первой квартире ни потолков, ничего нет. Все от сырости рушится. Здесь полы провалились и стены рушатся. И в пятой квартире труба течет. Сколько ходила, просила 15 метров заменить трубой. Бесполезно. Нет трубы, нет сварки. Сварщика. Сварщика. Две заглушки поставили, все равно вода сочится. Третий месяц уже. Да какой третий месяц уже? Три месяца. Гор, что ли. Ну все от сырости рушится. Все от сырости рушится. Ну как я что, что я могу вам еще сказать. Ну. Все. Все у нас от сырости. У нас вода стояла в подполе. Ну. Вот разоглушки поставили более-менее. Сейчас идет чуть-чуть. Краны там тоже в тепловозе. Тоже пропускают. Никому ничего дела нет. Вода течет постоянно. Вот и все. Трубы надо менять. Все. От сырости. Невозможно дышать уже. Здесь дети у нас. Здесь двое детей. Наверху. В первом подъезде тоже дети. Они говорят, что трубы плохие. И начальник знает. Дом управления. Что трубы плохие. Что полы проваливаются. Все он это видел. Что и стены все от сырости. Все проваливается. Улица Чапайская, 36. Количество контейнеров для мусора. Жители считают недостаточно. Очень большой объем. Все несут сюда. Ну а как. Бывает так, что от людей, конечно, тоже много зависит. Машина проезжает. Они кит-кить. Все. Но дело в том, что всегда стояло 9 контейнеров. 9. Вот для чего сделаны стаканы. 9. А как начинается лето. Вот я уже замучилась. Звоню. Нет. Появляются. Они продают эти контейнеры. Даже сами что-то. Они вот. Ну, знаете, на дачу там куда-нибудь. Потому что нужно. Это необходимо. Ну, вроде люди. А нам что тут? Мы одна остановка от Площади революции. Ну, просто обидно. Это улица Чапайская. Это как проклятие какое-то. Постоянно грязь. И вот дворники не могут разобраться. Кто должен убирать. Вот была площадка, которую вы сами видите. Что-то это еще хорошо. Более-менее. А так вообще. Вот здесь мусор. И там. Ну, везде. Просто люди вот кидают. И все. А что, контейнеры полные? Ну, вообще-то они вывозят часто. Я не смогу сказать, что там редко вывозят. Ну, четыре контейнера – это мало. Очень мало, конечно. А что, я писать не писала. Я звонила. Они приезжают. Ну, видимо, как-то каким-то образом подействуют. Появляются контейнеры. Вот и все. Контейнеры каким-то образом появляются. Потом начинается лето. Опять исчезают они. Ну, восемь – это минимум должно быть. Восемь. Я не знаю. И так-то все в грязи. Еще так. Просьба такая, чтобы у нас контейнера все стояли на своем месте. И как-то обратить внимание ЖЭО. Или кто сейчас распоряжается этими дворниками. Я не могу понять. Восемь штук, как бы минимум восемь должно стоять. И стоять мне даже не так, в разборку. Кто сюда возьмут поставить, зачем он тут? Нужен. И вот куда хотят, туда ставят. И все. Чтобы они стояли восемь штук и на стакаре, чтобы стояли. Чтобы все это убиралось, как-то. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.